Футбольный клуб «Зимру» Футбольный клуб «Зимру» Футбольный клуб «Зимру» Футбольный клуб «Зимру» идет речь о вылете, да, и если будет итог, так скажем, нехорошим, то у команды «Зимбра» будут проблемы, да, таким образом у вас главная задача – это победить, да? Естественно, это наш прямой конкурент, он на строчку выше, и, как говорят, это будет игра за 6 очков, и, естественно, нам только нужна победа. Как команда готовится вообще морально, вы, может быть, новую тактику-то разрабатываете, вы знаете соперника в лицо, вы следите за его играми, как вообще команда готовится к этой игре? Вот есть ли вы какие-то, можете открыть тайны, если это вообще позволительно? На каждый матч у нас отдельная тактика, наш тренер разбирает соперника и планомерно готовится к каждому сопернику индивидуально. И пока о тактике ничего не можем сказать, даже если бы я знал, я бы ее не рассказал вам. Получается, вы узнаете уже. Ну, понятно, само собой. Это будет командный секрет, и насчет настроения, только боевое, все сохраняем позитив и готовимся к следующему матчу. Вилер, ну, хотелось бы поговорить и о вашей работе, и о вашей работе как менеджера, потому что ваша задача, наверняка, тоже объединить команду, объединить команду и болельщиков команды, потому что болельщики, это в основной, наверное, такая вот невидимая, хотя в новом стадионе как раз самая видимая часть вот этой помощи, потому что болельщики поддерживают морально футболистов. Насколько вы большую работу проводите с ребятами, с вашими фанатами футбольными, общаетесь? Может, футболисты периодически с ними встречаются на оффлайнах? Ну да, у нас работа разделена на, скажем так, на спортивную часть, на административную. Спортивная часть – это команда, главный тренер, они работают, они тренируются, у них, скажем так, свой график, свой режим и отдыха, и работы. У административного персонала, то есть тоже своя работа, и проводится другой объем работы, направленный, да, как вы тоже заметили, и на работу с фанатами, и на работу с болельщиками. Этот матч, да, очень важный, почему? Потому что команда хочет расти, команда хочет прогрессировать, команда хочет играть в Лиге Европы, и важна поддержка болельщиков. Какая работа ведется? Ведется работа по тому, чтобы привлечь людей на стадион, к этому матчу, и привлечь их именно так, чтобы они поддерживали нашу команду, поддерживали «Зимбру». «Зимбру» – это, ну, народный клуб, популярный клуб, самый целованный клуб Молдовы, популярный по всей стране, и на данный момент единственный профессиональный клуб в Кишиневе, и… Очень важно, конечно, чтобы его и любили, и поддерживали, да? Дмитрий, я бы хотел немножко поговорить о твоей истории вообще по переходе в команду «Зимбру». Ты играл в молодежном составе, да, футбольного клуба «Зенит», и, насколько я понимаю, ты в основном составе играл, в нескольких матчей. Вот переход, насколько он был легким для тебя? Ты перешел в незнакомую команду, где говорят немного на другом языке, да? Есть футболисты, играющие на русском, но большинство все-таки на румынском. Другая республика, в которой ты переехал для того, чтобы тренироваться. Вот как проходила адаптация, насколько легко ты уже здесь сейчас себя комфортно чувствуешь? Ну, первое время, конечно, было непривычно. Некоторые слова… Не понимал, да? Не некоторые, а все слова были для меня незнакомы. Но со временем мои уши, моя голова привыкла к этому. Кстати, тренер из Румынии. Вот как вы общаетесь в команде вообще, насколько ты понимаешь, хорошо его команда? Мистер говорит на английском языке и на румынском. И английский я понимаю, и немного общаюсь на нем, и параллельно мне ребята переводят на русском. Поэтому с этим проблем нет. Касаемо самоотношения между игроками в команде. Вы дружите, общаетесь, просто деловые отношения, так скажем. Либо, может, уже выезжали на шалыки, вы были на молдавских свадьбах, может быть, уже… Я не знаю, как, в принципе, команда отдыхает и развлекается в нефедировочное время. Мы тут на шашлыках с ребятами были не один раз. В плане общения никаких проблем нет. У нас дружеские, можно сказать, братские отношения. Мы все на позитиве, шутим друг на другом. То есть, я могу сказать, атмосфера классная. Эмили, хотелось бы один момент, которым хотелось бы вам рассказать, наши зрители, вместе с Эмилием, в первую очередь. Потому что менеджмент вообще команды «Зибра» приготовил очень красивый и дорогой, я бы сказал, сюрприз для всех болельщиков команды. Насколько я понимаю, что в этот вечер, 22 сентября, будет розыгрыш проведен автомобиля, да, насколько я понимаю? Да, расскажите много об этом розыгрыше, что он себе будет представлять. Все верно. Будет розыгрыш автомобиля. Каждый человек, приобревший билет на этот матч, пришедший на игру, поддержать «Зибру», мы надеемся, будет иметь шанс выиграть автомобиль. Все будет очень прозрачно, все будет очень открыто. Ведущий на стадионе, ну, с помощью, скорее всего, ребенка, либо кого-то из зрителей, из трибун, выберет корешок победителя и один из зрителей. На глазах все это произойдет? Да, это будет сразу же после матча, сразу же отыграются 90 минут, то есть, надеюсь, мы порадуемся победе, а после матча уже кто-то станет обладателем автомобиля и все на месте, сразу же и зафиксируется. Угу. Хотелось бы еще, Дмитрий, поговорить о твоей карьере в «Зените», да, потому что это было прошлое, я знаю, и ты, и вообще спортсмены не любят вспоминать прошлое, но хотелось бы немножко отметить, потому что твой уровень, это твоя какая-то практика, которую ты прошел, как тебе игралось там, как тебе играется в «Зимбру», помог тебе вообще опыт игры в «Зените» вот сегодня, в настоящее время игры вот уже в «Зимбру». У меня был период карьеры, когда я тренировался с основным составом, и это было незабываемое время. Я тренировался с такими игроками, как Халк, Широков, Киржаков, и, естественно, это отразилось на моем восприятии о футболе. Естественно, только самое лучшее подчеркнул из этого, и на основе этих данных, так сказать, в голове я себя уловил ту мысль, как нужно действовать на поле, как нужно играть и думать. Болельщики вообще помогают на поле, когда вы играете, или вы абсолютно сконцентрированы только на игре и не особо слышите, что происходит на трибунах? Ну, хочу отметить то, что когда полный стадион, это бывает редко, к сожалению, играется лучше. Тебя подгоняют свои болельщики, и ты получаешь дополнительные эмоции. Подгоняют они по-доброму, либо немного с агрессией, так скажем. Так, что ты разленился, давай беги быстрее, давай точнее передачи. Вы слышите от этих комментариев, какие-то, может быть, кричалки? Слышишь только вот эти эмоции. В основном это позитив. А где, наверняка, наверно, все-таки проще играется на домашнем поле, но есть ли какие-то плюсы, может быть, в плане мотивации, в плане, может быть, концентрации игры на выездах, когда выиграть на чужих территориях? Либо все-таки дома намного проще? Всегда легче. Приятнее играть дома, потому что ты знаешь поляну, знаешь, какого она качества. А, это даже имеет значение качество покрытия, да? Нет дороги, нет пути, то есть, опять же, если ехать на выезды, это путь какой-то, ну, допустим, ну, всегда дома приятнее, тем более, если в нашем случае у нас стадион. Да, наш стадион. Ну, Ведмирис сказал, что, к сожалению, не так много, не так часто в футбольном матче, когда стадион собирают полные трибуны, хотелось бы, чтобы это было много чаще, и у нас есть такая возможность все-таки сделать так, чтобы стало много больше поклонников футбола на футбольных стадионах. Так что мы делаем? Мы сегодня разыгрываем вместе с представителями команды «Зимбру» вот такие вот абонементы, замечательные абонементы. Это не пригласительный на один футбольный матч, а настоящие абонементы, благодаря которым вы сможете посетить любой футбольный матч до конца этого сезона, насколько я понимаю, да? Необходимо просто получить этот абонемент, и вы сможете абсолютно бесплатно отправиться со своими друзьями на футбольный матч. Что мы сделаем? Мы, в принципе, их разыграем в рамках нашей программы. Давайте так сделаем. В одни руки три абонемента, чтобы можно было пойти с друзьями. Необходимо зайти на нашу страницу «Утро на СТС», поставить лайк нашей странице, обязательно поставить лайк странице футбольного клуба «Зимбру», поделиться этим событием и условиями конкурса. Ну а затем, конечно же, генератор случайных цифр. Будем надеяться, что вы берете именно вас, и вы сможете со своими друзьями отправиться на футбольный матч абсолютно бесплатно, а также посетите другие футбольные матчи. Так что принимайте участие, надеюсь, вам повезет. Ребята, я вам желаю удачи, искренне, чтобы вам удача помогла, потому что физически вы готовы, морально, я думаю, тоже. Главное, чтобы удача была на вашей стороне. Спасибо. Ну а мы продолжаем нашу программу. Прямо сейчас у нас короткая рекламная пауза, так скажем, перерыв, после которой мы вернемся на поле.